Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Епишин и директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова побывали 30 июня в Кимрах. Подробности у нашего корреспондента. Андрей Епишин и Юлия Саранова приняли участие в урегулировании непростой ситуации. Из-за ошибки при постановке в очередной жилье многодетная семья Юлии Геоевой могла лишиться выделенной в мае этого года трехкомнатной квартиры. Ситуацию обсудили сообща за круглым столом, который организовал Совет многодетных семей города Кимры. Мы сегодня с вами собрались для того, чтобы разобраться с ситуацией обеспечения жильем многодетных семей в городе Кимры на примере семьи Геоевых. По результатам проверки решено было обратиться в суд, так как полномочию городской власти для решения вопроса восстановления законности было недостаточно. При этом задачи выселить многодетную семью из квартиры естественно не было. Мы должны навести порядок в работе всех структур администрации и мы это сделаем, но не в ущерб многодетных семей. По фактам выявленных нарушений степень будет определять, как было уже сказано, суд. Еще раз уточню вам свою позицию и позицию администрации города Кимры. Семью Геоевых никто не собирается выгонять на улице и лишать права на получение достойного жилья. По итогам состоявшегося диалога сенатор предложил администрации Кимр Совету многодетных семей города внести предложение по совершенствованию системы государственной поддержки многодетных семей. Андрей Епишин заверил, что данные предложения будут внимательно проанализированы и внесены к рассмотрению на законодательном уровне. Этот конкретный вопрос будет урегулирован абсолютно в интересах многодетной семьи, в интересах многодетной мамы. Ну а дальше мы будем продолжать работу в принципе над в целом дальнейшими мерами, чтобы таких и таких случаев практически уже и не было, тем более на территории нашей области. Директор Тверского добровольческого центра «Мы вместе» Юлия Саранова со стороны общественников заверила, что будет держать вопрос с жильем многодетной семьи на контроле. Я рада, что сегодня за этим столом мы услышали такую четкую позицию и представителей администрации, и коллег о том, что конечно же семья Юлии Викторовны останется в своем доме и все вот эти юридические сложности будут решены. Было приятно наблюдать, как напряженность и недоверие явно присутствующей у Юлии Гиёевой, ее представители в начале встречи сменились на спокойный уважительный диалог. Я услышала всех присутствующих и очень благодарна, что меня услышали. Хоть таким образом, но услышали. В ходе рабочей поездки в Кимры Юлия Саранова посетила также социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних родничок. Было открыто в 1995 году как учреждение, призванное помогать семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Сейчас оно до сих пор существует, помогает детям и семьям. С прошлого года у нас еще открылось отделение по работе с семьей и детьми, чтобы оказывать помощь не только несовершеннолетним, находящимся здесь в стенах учреждения, но и тем семьям, которые в городе нуждаются. Сейчас очень важно взаимодействие добровольческих организаций с реабилитационным центром. Это значимый фактор реализации социальной политики региона. Детям в любом случае всегда нужна наша помощь, внимание, забота. В таких центрах дети особо впечатлительные, им очень не хватает ласки, тепла. И даже такие небольшие мероприятия, как мы сегодня поиграли с ними, для них это очень важно. Вы видели их глаза, они смотрят, они хотят вместе с нами. В тесном взаимодействии с директором реабилитационного центра Юлия Саранова выступила с интересной инициативой для детей. Мы увидели, что ребята здесь увлекаются боксом, ну в таком совершенно любительском формате. У них есть небольшая груша во дворе, они пытаются боксировать. И мы предложили провести здесь мастер-класс от Федерации бокса. В завершении Юлия Саранова выразила надежду на поддержку со стороны коллег. И что в центр приедет тренер и проведет занятия для детей, чтобы они могли заниматься спортом.